Итак, всем огромнейший-огромнейший привет, мои дорогие зрители, и у нас сегодня с вами очередная порция заказов из Китая. Напишите мне, пожалуйста, снимать мне подобные ролики или нет, интересуют ли вас покупки, сделанные напрямую из Китая. Я по какой-то причине перед родами нахватала подобных обзоров, и сейчас уже просто сама себе, как говорится, не рада, но приходится снимать. То есть, честно говоря, когда я только открывала свой канал, когда я только начинала свою деятельность на YouTube, для меня сотрудничество с китайцами было своего рода праздником, что ли. Я так помню, им радовалась, но сейчас, честно говоря, я уже набила, наверное, оскомину, и эти сотрудничества обязывают меня во многом. То есть, это обязательно съемка видео, это обязательно трата личного времени, да, эти обзоры, они бесплатные. Поэтому такая получается катавасия. И я буду читать ваши комментарии, и уже по обратному отзыву я пойму, что мне делать с заказами из Китая. Да, я понимаю, там встречаются интересные вещи, но сколько интересных, добротных вещей, бюджетных, да, столько и попадается нехороших вещей. Может быть, вам интересно смотреть именно про плохие вещи, про соотношение цена-качество, про ожидание реальность. Я не знаю, в общем, обязательно буду ждать вашей обратной связи. Итак, на этот раз сайт называется tosave.com. Сайт немножечко для меня показался странноватым, поскольку, да, он хорошо работает, да, в него вложено много средств, но обратной связи, как таковой, я не увидела. То есть, я пишу, отвечаю на электронку, в общем-то, представителям этого сайта, и ответ приходит через 2, 3, 4, 5 дней. То есть, я вот сейчас готовилась к этому ролику, я перешла по ссылкам и обнаружила, что эти ссылки не работают. То есть, я не знаю, вообще, выложу я это видео в свет или нет, но я уже убила сегодня свой день. Я потратила много времени для того, чтобы собраться, чтобы макияж нанести, чтобы собраться с мыслями по этому, этому ролику быть. А уж выйдет он в свет или нет, посмотрим. Итак, сайт tosave.com, вся информация будет под этим роликом. Мы договорились о скидке 8% для моих зрителей, то есть, вы введете определенный купон, и у вас будет скидка определенная. Итак, давайте уже посмотрим, что же я заказала. Сразу хочу сказать, что заказ меня порадовал. Всего будут 3 позиции, но вот они такие от души, что ли, так скажем. Первое, что я выбрала, честно, я когда вот сделала этот заказ, я ушла на роды, в родильное учреждение, да, и я вообще забыла про этот заказ. И когда мне пришел вот такой вот сверток, я вообще удивилась, думаю, господи, что это такое? И потом уже, когда развернула, я вспомнила, девчонки, я заказала вот такие вот наклеечки в детскую комнату. Сейчас эта тенденция очень-очень актуальная, очень модная. Ну, какая мама не мечтает о подобной мимимишности? Скажите мне, пожалуйста. У меня два сына сейчас, да, одному год и 11, другому две с половиной недельки. И в спальню мы обязательно наклеим вот эти наклейки. Я не знаю, какого качества эти наклейки. Возможно, я, невозможно, а скорее всего, я вставлю какие-то съемки на телефон, либо на видеокамеру, да, в этот ролик. Я не знаю, что они будут делать с обоями, то есть под ними как будут вести себя обои, нужно будет потом делать ремонт. Нет, то есть отходить эти наклейки будут с корнем, так скажем, да, то есть с обоями или нет. Потому что, понятно, два сына, они будут отзирать эти наклейки. На мой взгляд, это наклейки такие мальчиковские, то есть тут машинки. У меня старший очень любит всякие там машинки, автобусы, троллейбусы. Ему нет двух лет, он уже различает там, где трамвай, где троллейбус. В общем, очень все это мило, поэтому для моих сыночков. Вот так выглядит вся эта красота с паровозиком. Сейчас наклеили вместе с мужем, а сын следом ходил и сдирал всю эту красоту. Хочу отметить, что материал этого паровозика, такая клеенка-бумага, у нас обои рифленые. И по итогу паровозик наклеился неплотно. То есть оптимально будет, если у вас совсем ровная поверхность вашей стены, то паровозик приклеится прям намертво. В данном случае муж использовал еще фен по уходу за волосами, чтобы наклеить поплотнее, так скажем, это изделие. В любом случае получилось очень так весело. Кстати, вот эти наклейки были хорошо запечатаны, хорошо упакованы при помощи вот такой тубы из пенопласта облегченной. То есть все дошло в целости и сохранности. И постараюсь, вот еще раз повторяю вам, все-таки вставить какие-то вставки, чтобы для наглядности. Пока вот я этой покупочкой очень довольна. Следующее, что пришло, я померила, наверное, буду шуршать, да? Я померила эти джинсы, да, девочки, я заказала джинсы. Я когда, помню, делала заказ, я уже прям психанула, думаю, ну, мне нужна вещь, которую я буду носить этой осенью. Да, у меня будет повторный рубец на матке. Да, будет холодно. Ну, ладно, психанула и заказала джинсы. Практически наобум вышла с размером, девчонки, сразу скажу, все размеры будут под этим роликом. У меня 44-й, я нахожусь в послеродовом периоде. Я выбрала джинсы вот такого цвета, синего такого, ну, такая стандартная джинса. Это джинсы стрейч, они тянутся, они с высокой посадкой, с высокой талией. У меня нет таких джинсов вообще в обиходе. Я мечтала о таких джинсах, я мерила такие джинсы в Чиндем в Глории, но вот как-то они на мне не сидели. И, честно говоря, заказывая с китайского сайта, я не возлагала абсолютно никаких надежд, потому что джинсы – это тот товар, который нужно мерить. Джинсы – это как вторая кожа, и они должны сидеть прям, прям, прям по телу. То есть, вот для меня джинсы обязательно нужно, ну, чтобы их купить, обязательно нужна была примерка. В общем, в итоге товар пришел, девчонки, он на мне сидит как влитой. И по ростовке, и по подъему, и по бедрам. В общем, мне очень-очень этот товар понравился. По качеству, никаких абсолютно предреканий. Сзади тоже оригинально сделаны тут всякие вот вставочки. Спереди тоже кнопочки, клепочки очень добротно, тщательно сделаны. Вот посмотрите, в общем, мне вот эти джинсы очень понравились. Они будут моими фаворитами этой осени, стопроцентно. Вот единственное, немножечко все-таки должен зажить шов после кесарева, потому что у них высокая посадка. Они, конечно, подчеркивают талию просто идеально. Просто вот очень женственно, очень сексуально получается. Ну, я про образ, да? То есть, с какой-нибудь рубашкой, с какой-нибудь блузкой такой. Ее не на выпуск, а то есть заправить под эти джинсы будет вот так. Вот это и праздничный образ, и образ для похода по магазинам. И в гости можно пойти, в общем, не опозориться. Я этим джинсом просто безумно-безумно довольна. Единственное, что, конечно, чтобы подчеркнуть талию, нужно, чтобы талия у вас была. У меня, к сожалению, послеродовые вот эти боковины на талии остались. Я пока ничего не делаю, чтобы они пропали. Ну, в общем, джинсы прям, прям, как говорится, то, что доктор прописал. Гинеколог. И последний товар, который я выбрала с этого сайта, я как-то была помешана на комбинезонах. Я подумала, что, да, мы никуда не едем на отдых в этом году, но я подумала, что, ну, пусть у нас нет лета, у нас нет отдыха, я буду в этих комбинезонах форсить по дому. Потому что вот этот образ послеродового периода, когда ты ходишь в рваной майке лактационной, где вот жирные пятна от молока, от жирного, да, который течет, извиняюсь, эститик. Вот это не для меня. Я люблю дома ходить нарядно, я люблю дома ходить накрашенное. И это один из секретов того, чтобы ваши мужчины, наверное, были при вас. Они смотрели куда-то по сторонам, девчонки. Поэтому такой вам небольшой совет. Какая-то я сегодня суперстерва в этом ролике. Не знаю, с чем это связано. Может быть, из-за того, что сайт меня этот разнослил. Не знаю. Вот. И вчера, кстати, читала комменты под своими роликами, и все меня называют овуляшкой. Я не знаю, у меня овуляться еще пока нет. Я вообще не знаю, как на это реагировать. Я не хочу как бы и злиться, и смеяться. Девочки, у меня еще нет овуляции. Я нахожусь в послеродовом периоде. У меня нет, поверьте мне, заскоков вот этих вот мамочек в послеродовом периоде. Я, наоборот, стремлюсь к совершенству, что ли. Не знаю. В общем, я заказала. Давайте вернемся к заказу. А то китайские представители сайта tosave.com. Я надеюсь, правильно его произношу. Меня просто закидают тухлыми помидорами. И в очередной посылке мне пришлют. Не одежду, не товар какой-то, а тухлые яйца. Для жуков каких-нибудь. В общем, я заказала комбинезон. Он такого синего цвета. Если вы смотрели мое видео про шин последнее, то знаете, что я заказывала винный такой комбинезон. Так вот, тот цвет, девчонки, винный, он очень выигрышно смотрится по сравнению с вот этим синим комбинезоном. Может быть, у него материал такой вот до этого комбинезона. Он подчеркивает мои боковины на туловище. То есть, я выгляжу такой бычкообразной бобенцей в этом комбинезоне. Да, он мне как раз, да, можно так кокетливо подвернуть его штанишки и сделать штанишки 7 восьмых. Я не знаю, что буду делать с этим комбинезоном, потому что и кормить в нем как-то неудобно. Я, скорее всего, буду ходить по дому, не знаю, ну, в любом случае, я его изношу. Конечно, мне хотелось бы его износить где-то на отдыхе, где-то в далеком-далеком Таиланде, да, но губы раскатала. В общем, вот такой комбинезон, качество отменное. Размер L, опять же, размер продублирую под этим роликом. Сзади у этого комбинезона молния. Извиняюсь, что не подготовила вешалки к этому ролику, но как-то лучше сделаю вставки, да. На себе молния тоже качественно сделана. В общем, она не глубокая, она где-то до зоны вашего бюстгальтера, да. Вот такой комбинезон. Материал у этого комбинезона, мне кажется, что-то как-то напоминает хлопок, что ли. Конечно, тут есть какая-то добавка еще к этому хлопку, но вот материал намного приятнее, чем материал у того бордового комбинезона с шейн. Вот, в общем, вот такой вот кокетливый комбинез у меня получился. По-моему, это была вся продукция с сайта tosave.com, хотя я вот я просматривала сегодня электронную почту, и там четыре ссылки какие-то, ну, они не рабочие. В общем, я рада, что отсняла для вас подобного рода ролик. Получился он такой очень-очень такой, не то что сентиментальный, очень откровенный для моего канала. Оставляйте свои комментарии. В общем, понравилось вам это видео или нет, что вы думаете вообще по поводу заказов из Китая. Хотя смотрю девочек, смотрю, также наблюдаю за своими подписчицами в Инстаграм, и вижу, что девчонки заказывают из Китая все практически. Но понятно, что и кризис сказывается, и хочется каких-то новинок, потому что вот у нас, допустим, в Мордовии, в магазинах выбора нет вообще никакого. Даже когда мы едем куда-то в Москву и заходим в тот же самый Спортмастер или в H&M, там и скидки другие, и вещи какие-то другие висят, не знаю. В общем, наше право и наш выход из ситуации – это заказывать вещи онлайн. Вот и все. То есть, ну, понятно, что мы ищем что-то всегда подешевле. Итак, я буду с вами уже прощаться. Спасибо, что оставались со мной. Я пойду уже прилягу к своему любимому младшему сыночку, либо мы пойдем погулять, посмотрим. В общем, всех вас очень сильно люблю. И до встречи в новом ролике. Пока-пока.